Город и край могут разрешить продавать воду, но только в вендинговых автоматах. Бизнес уже подсчитал, что на модернизацию уйдут десятки миллионов рублей. Вместо стабильного прогноза изменен на позитивный. Акро оценил рейтинг кредитоспособности Пермского края. Программа «Безопасные и качественные дороги» включена и 9 новых объектов. Они одобрены в Федеральном дорожном агентстве. Далее подробнее. Это новости при Камеи. Рустам Агизов. Здравствуйте. Перевод водных киосков на вендинг без операторов обойдется компаниям в десятки миллионов рублей, заявили телеканалы РБК, представители этого бизнеса. По их словам, стоимость одного аппарата составляет в среднем 600 тысяч рублей. По мнению краевых и городских властей, вендинговые киоски, в том числе с водой, нужно отнести к отдельной категории. Автоматы не будут запрещены на придомовых территориях, заявили на заседании регионального Кабмина. Для этого правительство подготовило проект, который вводит для таких объектов НТО отдельное понятие. Владельцы сети «Каскад Плюс» в Перми готовы перевести торговлю на вендинг, но затраты на модернизацию киосков предприниматели оценят в 30-40 миллионов рублей. Причем они обратились за помощью к губернатору для помощи в получении кредита на эти затраты. У нас порядка на город Перми 400 объектов. И есть понимание, что надо расширять дальше этот бизнес, так как окупается все очень долго. Это для нас существенная сумма. Чтобы узаконить исключительный статус вендинга, необходимы изменения в правила благоустройства Перми. Об этом заявил вице-мэр города Виктор Агеев на заседании торгово-промышленной палаты. Он же сообщил, что администрация представит проект изменений в Гордуму в августе-сентябре. До этого времени он предложил опубликовать официальные разъяснения по вендингу на сайте мэрии. Аналитики АКР изменили прогноз кредитного рейтинга при Каме на позитивный. В конце 2017-го агентство оценивало его как стабильный. Помимо прочего, аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг региона на уровне W-. Пересмотр, как сообщили в компании, обусловлен ростом операционного баланса регионального бюджета. Но поддержку рейтингу региона оказывают высокая степень самодостаточности доходной части бюджета и минимальный уровень риска, сопряженного с долговой нагрузкой. В качестве позитивных факторов для оценки аналитики называют промышленно развитую региональную экономику, гибкую бюджетную политику и сбалансированное обслуживание госдолга. Министр спорта Пермского края Олег Глызин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Об этом пишет издание «Коммерсант». Информацию подтвердил вице-премьер Кривого правительства Антон Клепиков, курирующий сферой образования, спорта, культуры и туризма. В начале недели господин Глызин ушел в длительный отпуск. В пресс-службе Кривого правительства предположения о возможной отставке министра опровергали. Отмечается, что он покинул должность по собственной инициативе. По его словам, сейчас идут консультации по возможным кандидатурам на пост министра. На сэкономленные бюджетные 97 миллионов рублей по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 9 дополнительных дорожных объектов. Он был подготовлен Краевым Минтрансом и принят в Федеральном дорожном агентстве. В Перми дополнительно будут отремонтированы участки дорог по улице Героев Хасана 25 октября и улице Революции. Также высвободившиеся средства будут направлены на ремонт трех дорог в Добрянке и Краснокамском районе. Напомним, что проект реализуется с 2017 по 2025 годы. Всего планируется провести в нормативное состояние почти 59 тысяч километров автодорог федерального регионального значения и отремонтировать 62 дорожных объекта Пермской агломерации. Неправильная эксплуатация газового оборудования стала причиной взрыва на связи. Все об этом телеканал РБК рассказал руководитель следственного отдела в индустриальном районе Перми Игорь Лыков. Следователи также поясняют, что точная причина инцидента по связи 50-1 станет известна после завершения пожарно-технической экспертизы. Ее результаты будут известны примерно через две недели. Сейчас же по факту происшествия Краевым Следственным комитетом инициирована доследственная проверка. Срок ее проведения продлен до 30 суток. Напомним, что ЧП в пятиэтажке в индустриальном районе произошло ночью 23 мая. В результате пострадали 4 человека. Официальный курс доллара снизился на 5 копеек до отметки 62.59. Сегодня рубль поддерживают аукционы Минфина, на которых ведомства размещают два выпуска ОФЗ на 30 миллиардов, говорят аналитики. Кроме того, нефти удается удержаться выше 75 долларов. Инвесторы также ждут заявления от ОПЕК с Международной нефтегазовой конференции. Кроме того, целый блок макроэкономической статистики из США. Старые ЖД пути на пересечении с Героев Хасана начнут демонтировать еще до начала лета с 31 мая. Об этом рассказали представители Свердловской железной дороги. Специалисты осуществили перевод движения на новый участок. С начала работы в апреле прошлого года генподрядчик Урал-Мостострой уложил 750 метров ЖД-путей, установлены все опоры контактной сети. Ну и срок завершения первого этапа строительно-монтажных работ 1 сентября этого года. Стоимость строительства железнодорожного путепровода на пересечении Хасана и Транссиба составила 209 миллионов рублей. Сам проект решает задачи по пропускной способности автомобильной дороги. Я уже сказал, с двухполосного на четырехполосную. Ну и самое главное, что мы сделали в этом проекте вместе с краем, городом и естественно РЖД, это без закрытия Транссиба раз, без ограничения движения автомобильного движения, это два. Работы по демонтажу путей, как сообщили в правительстве края, сопряжены с повышенной опасностью. Вследствие этого со 2 по 11 июня временно будут перекрываться движения по Героев Хасана, участок от Липовой горы до Восточного обхода. Следующий этап реконструкции расширения дороги. Ширина каждой проезжей части составит 12 метров. На этом все. Далее на РБК итоги.